Я мечтал бы побывать в таких музеях, как Третьяковская Галилея, Русский музей, Эрмитаж, Лувр. Вот, допустим, в Третьяковской Галилее находятся такие известные полотна, как «Девочка с персиками», «Парталет неизвестный», «Удра в Сосновом Бару», «Три богатыря». В Лувре находится сама Мона Лиза или Джоконда. А в Русском музее есть такие известные полотна, как, допустим, «Последний день Помпеи» и «Девятый вал». Вживую мне еще не удалось побывать в этих музеях. Я побывала в них только виртуально. Вообще я много про искусство узнал, не выходя из дома, с помощью интернета. Вот, допустим, в жописи есть много жанров, такие как реализм, импрессионизм, допустим, прессионизм, кубизм, субрематизм, сюрреализм, кубизм уже говорил. Ну, очень много таких направлений есть. Вот, допустим, среди русских реалистов, наверное, больше всего русский реализм подвигали передвижники. Среди них были Иван Иванович Шишкин, Иван Аргунов, Валентин Серов, Константин Маковский. Вообще передвижники – это были свободные художники. Они ушли из академии, в которой они учились, потому что там запрещалось рисовать свободно то, что ученики хотят. Разрешалось рисовать только то, что скажут. Поэтому передвижники покинули академию и стали писать свободно. Конечно, их полотна не выставляли на выставках без посещения академии, но все же многие увидели их картины, потому что они устраивали передвижные выставки. Они перележали по разным городам, чтобы их жители видели их полотны. Сейчас эти картины висят в очень больших музеях. А вот среди портретистов я бы выделил Валентина Серова, Ивана Аргунова, Ивана Крамского и Ареста Кипренского. Но в основном портреты рисовались очень реалистично. Постимпрессионизм. Наверное, многие из вас знают Винсента Ван Гога, создателя знаменитого полотна «Звездная ночь». Или вы, наверное, знаете картину «Подсолнухи». Ее автор тоже Винсент Ван Гог. Вот практически все полотна этого художника были написаны в стиле пастимпрессионизм. «Супрематизм» — это, как сказать, композиция из геометрических сюгур. Ее придумал Казимир Северинович Малеевич. Ну, а вообще этот художник рисовал во многих стилях, таких как, ну, супрематизм, понятно, он был его основоположником, и авангардизм, кубизм, импрессионизм и другие. Вообще, супрематистов имеется довольно много. А кубизм — это, примерно, это может стать почти то же самое, что и супрематизм. Его автором был очень известный художник Пабло Пикассо. Супрематизм — это такое направление в живописи, очень непонятное, в котором нужно разбираться. О многих картинах в стиле сюрреализм до сих пор ведут споры искусствоведы. Ну, вообще, очень загадочный стиль. Также из львовских художников я хотел бы выделить Василия Григорьевича Первого, создатель знаменитого произведения «Охотники на привале» и «Тройка». Эти шедевры известны многим. Также мне нравится художник, забыл бы выделить, Илья Ефимович Репин, создатель очень известных полотен, таких как «Портрет Третьякова». Очень известное полотно «Не ждали». И, наверное, самое его известное полотно, этот самый, как называется. Ну, ладно, это Василий. Ну, ладно. Про пейзажистов еще раз. Да, среди пейзажистов я, наверное, выделил бы, ну, самым, наверное, известным пейзажистом, самыми тремя известными пейзажистами являются Иван Иванович Шишкин, Архив Куиджи и Исаак Левитан. Наверное, их знают многие. Иван Иванович Шишкин, создатель таких известных полотен, как «Дорога воржи» и «Отро в сосновом бару». Архив Куиджи, наверное, создал очень известную картину «Лунная ночь на Днепре». Исаак Левитан написал, наверное, тоже всем известное полотно «Золотая осень». Хотя полотно «Золотая осень» как-то даже не совсем похоже на осень, потому что очень яркий солнечный свет. Хотя все-таки листья на деревьях желтая. Даже не желтая, а прям золотая, как будто бы она светится. Хотя Архив Куиджи очень любил придавать свет. Многие думали, что он делал нечестно и создавал такой свет, потому что вставлял лампочки в свои полотна. И постоянно пытались найти, где же художник спрятал лампочку, которая подсвечивает полотно. Но так ничего и не доказали. И вряд ли это было. Ну, естественно. Ну, вот, да, естественно. Вот про Айвазовского расскажи. Вот посмотришь, что ты давно нарисовал. Ну, ты еще давно нарисовал. Да, это, ну, вообще, я срисовал картину Айвазовского «Буря на море ночью». Ну, а также вы все знаете, что Иван Айвазовский написал очень известное полотно «Девятый вал». Его знают, наверное, практически каждый человек, наверное, на земле. Ну, расскажи что-нибудь про эту картину, да. Да, сюжет картины очень даже интересен. На переднем плане лодочка с людьми. Вообще «Девятый вал» — это... Когда шторм, «Девятый вал» — это самый сильный уровень волн. Поэтому художник так и назвал картину. Интересно то, что, глядя в небо на этой картине, кажется, что есть надежда. А глядя в темное море, надежда пропадает. На спасение, да? Да, на спасение. Вообще картина наполнена отчаянием, страхом на самом деле. Так как, ну... Видно, что у людей в лодке очень чрезвычайное положение. И они пытаются найти хоть какую-то надежду. Вообще произведения очень известные. Это все, ну да. Также я бы еще выделил Валентина Серова. Или Серова. Я уже упоминал, что он написал... Уже упоминал в его картине «Девочка с персиками» очень известные. Вообще два его самых-самых известных полотна — это «Девочка с персиками» и «Похищение Европы». Картины Серова отличаются очень хорошей проработкой. И вообще... Ну, очень красивая картина. Особенно у него очень хорошо... Ему очень хорошо удавались именно дети. Также я бы выделил художника Ареста Кипренского. Я бы, конечно, уж выделял, но я о нем мало рассказывал. Он писал очень реалистичные портреты, такие как портрет Пушкина. Очень известное полотно. И, кстати, не зря художник на заднем плане прерисовал сугурку музы, чтобы показать, что вдохновение всегда рядом с Пушкиным. У него портреты придут не только в внешние качества человека, но и в его внутренний мир. Какой он из себя есть, его характер. Ну, вообще, наверное, был одним из лучших портретистов... Одним из лучших вообще портретистов в мире. И был очень известным. Он, кстати, был учеником Рембрандта ван Рейна. Очень известный художник. Еще я мало рассказал про Алексея Саврасова. Вы, наверное, знаете его полотно «Грачи прилетели». Полотно очень живое и красивое. А перед ним можно просто стоять и восхищаться. Вообще, любимым временем года у художника была весна. Он часто ее изображал на своих картинах. Также мне нравится художник. Я о нем еще не упоминал. У него двойная фамилия. Богданов Бельский. Ну, Бельский. Он рисовал жанровую живопись. И, наверное, посвятил большую часть своих полотен жизнью деревенских детей. Сюжет картин очень прост, но ими можно очень долго восхищаться. Также я сегодня упомянул о известном художнике по фамилии Поленов. Вы, наверное, знаете его картину «Московский дворик». Эта картина – один из лучших городских пейзажей. Она оконтана солнечным светом. И ее высоко оценили очень известные художники. Очень. Ну, давай, если ты устал уже, давай. Ты много чего интересного рассказал. В следующий раз остальное расскажешь, что вспомнишь. Хорошо? Давай. Ну, а сейчас задашь мне какой-то замечательный вопрос. Вопрос тебе задать какой-то? Да. Ну, расскажи какие-то интересные факты, какие-то секреты, тайны, которые хранят, картины, о которых ты знаешь. Ну, допустим, наверное, одним из самых известных или даже, может быть, самым известным полотном является Джоконда или Мона Лиза. До чего искусствоведы ведут споры, кто же изображен на полотне? Некоторые даже утверждают, что это портрет самого Леонардо да Винчи. Только без бороды. Ну, я сам Леонардо не говорил, кто именно это. И до сих пор неизвестно, кто это именно. И предположений существует очень много. Вообще, в этой картине очень много тайных загадок. И, кстати, интересный факт об этом полотне. Мазки настолько мелкие, а может, их и вовсе нет, что даже под микроскопами не мог отглядеть ни одного мазка. Интересно. Спасибо, Егор. Ну, еще что расскажу. Ну, хорошо расскажи. А еще есть картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Очень известная. Почти все ее знают. К сожалению, эта картина может скоро разрушиться. Да и сам Леонардо писал ее так, что предупредил, что она может быстро разрушиться. Еще ученые не нашли какого-то средства, которые могут продлить существование полотна. И поэтому нужно побыстрее раскрыть ее, раскрыть все-таки ее тайну. Перед тем, как она исчезнет, и краска сдерется. Ну, ты вырастешь и раскроешь, да, Егор? Да. Надеюсь, к тому времени она и не развалится. Также многие знают картину Казимира Малевича «Черный квадрат». На самом деле это не квадрат и не черный, как ни странно. Какой же он. На самом деле Малевич рисовал от руки, то есть не используя линейку. И поэтому много геометрических скосов и изменений. А не черный, потому что Малевич использовал очень много разных оттенков. Только их разглядеть непросто. Так а в чем тогда загадка? Почему всем он нравится, этот квадрат? Почему он так знаменитый? Во-первых, в музеях иконы висят всегда... Вот угол музея, у меня в углу вот так вот... Вот угол, у меня вот так вот висит икона. Всегда так иконы висят. Ну, в большинстве случаев. И черный квадрат висел так, как икона. И вообще, это считают иконой. Как и странно. Ну, почему он такой знаменитый, этот черный квадрат? Как ты думаешь? Потому что в нем очень много глубокого смысла. Какого? Еще не совсем известно. Ну, как ты думаешь? Какой это смысл видишь? Ну, вообще, сам Малевич утверждал, что это как символ жизни-смерти. То есть, вообще, художники дошли до абстракции, там, таких сюрреализма и тому подобное. После того, как реалистичное изображение просто дошло до суперфотографической точности, что дальше, ну, уже некуда. И поэтому художники стали искать что-то новое и экспериментировать. Понятно. Ну, хорошо. Все, что хотел сказать. Ну, в принципе, я еще хотела рассказать интересный факт о картине Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». На самом деле, эта картина имеет три слоя. Сначала Леонардо да Винчи вообще его нарисовал без горностая, потом вместо горностая прорисовал какого-то зверька, а потом опять перекрыл и нарисовал уже окончательный вариант. Ну, как, чтобы еще рассказать? Ну, все, всего осталось достаточно. В следующий раз еще что-то расскажешь, хорошо? Да. Ну, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok